Всем привет! Ребята, в прошлом видео я вам показывал вот эту раколовку и говорил о том, что здесь сломался замочек. Вот и возможно, да и невозможно, 100% из-за этой поломки весь рак, который заходил в хода, благополучно вот через этот кармашек выходил. Вот, ну как я решил устранить эту проблему? Ну это довольно-таки просто, я просто намертво этот кармашек заделаю, да и все. Все, нашел вот такой вот замочек новый, просто сюда его вошью или степлером прифигачу. Ну, наверное, буду делать не по низу, по типу этого, а сделаю где-нибудь вот здесь. Мне кажется, будет тогда даже еще удобнее раков вытрушивать из раколовки. Ну еще я хотел как-то доработать эту раколовку, сделать эти входа немного побольше. У меня два типа есть раколовок зонтиков, есть немного меньшего размера, в ней меньше входов, но эти входа крупнее. И вот мне кажется, что все-таки с крупными входами раколовка работает получше. Вот, а это как-то не очень. Хотя, там где я ловлю рак мелкий, водоемчик такой, вы сами знаете, лужа, болото лесное, лесное озеро. Вот, и он сюда в принципе, я думаю, без проблем должен заходить. Но хочу хотя бы парочку входов доработать и сделать их побольше, сделать их крупнее. С одной и с другой стороны. Но сейчас буду как-то мудрить, вот, чего получится. Ну и самое главное, конечно, испытание конкретно на озере. Конец октября месяца, вот, рак еще в принципе должен ловиться. Но это по регионам, по-разному бывает. От погоды зависит многое, конечно. Но я думаю, еще шанс рака поймать в конце октября все-таки у нас есть. Вот что у меня получилось на скорую руку за 5 минут. Вход я увеличил, он стал вдвое больше. Вот, степлером прикрепил кусочек сетки, нашел дома какие-то остатки непонятные. Вот, пригодилось. Все, теперь вход довольно-таки большой здесь. Здесь вот такой вот, видите, да? А здесь вот такой. И плюс ко всему, замочек тоже на своем месте. Вот так вот. Я не использовал никаких ниток, никаких проволочек, никаких завязочек. А просто взял вот такой обычный канцелярский степлер и им все сделал. Конечно, не очень красиво, но зато очень быстро. Да и, по-моему, держаться должно нормально. Пришел я на лесное озеро. Уже вечереет. Сейчас буду подготавливать роколовки и приманку. Вот распылил костерок. Красота, тишина. И возле костра совсем не холодно. Ну вот, товарищи, подготовил роколовки. Вот эта роколовочка, которую я сегодня дорабатывал, переделывал. Вот, всего один я сделал крупный вход и пока так и оставил. Все, на этом хватит. Вот эти вот рабочие роколовки, в которых по 6 входов, и они такие, видите, весьма крупненькие входа. Вот это роколовочки классные, рабочие. Они пускай поменьше, входов в них поменьше. Но они лучше, я вам сразу говорю. У меня таких 4, это 5. И вот такая гармошка с мелкой ячейкой, совсем с маленькой ячеечкой. В нее заходит такой средний и мелкий рак. Вот, ну, так как она есть, я ее тоже поставлю, попробую. Сегодня по приманкам, ребят, у нас будет тыква. Вот, вот такая вот осенняя приманочка. Как раз сейчас сезон, тыква уже собрана, вот, ее хватает. Вот такая приманка, мне один подписчик посоветовал ее попробовать, говорит, что она очень действенная. Ну, будет интересно посмотреть, какой будет результат. У нас вот тыква есть. Я еще взял вот такую тайву. У нас растет во дворе такое деревце и дает плоды. Попробуем на иву в одну роколовку зарядить. И здесь у меня уже чесночок подготовленный. Ну все, сейчас буду заряжать, одевать забродный костюм и вперед. О, надо костерчик подкинуть, уже прогорает. Так, я уже в забродном костюме. Показываю, чего зарядил. Здесь чеснок. Чеснок, который в чулках, да и вообще чеснок, я всем советую, перед тем, как загружать в роколовку, обязательно его подавить. Либо камушком придавить, либо растопчите его ногой, чтобы все ароматы чеснока открылись сразу же, как только вы ставите роколовку. Чеснок, чеснок, айва. В ней я ножом проделал много-много отверстий и пустил сок. То же самое сделал с тыквой. Здесь у нас микс тыква и чеснок мелкий, который остался. Я тоже подавил, туда покидал. Ну а в этой гармошке с мелкими входами здесь два куска тыквы. Все, можно заходить в водичку. Вода должна быть сейчас уже ледяная. Ну я быстренько зайду, поставлю и к костерку греться. Смотрите, как и в этой гармошке. Поехали. Утро. Иду на лесное озеро проверять заколовки. Ну вот я и на месте. Дошел на лесное озеро. На озере никого, я здесь один. Вижу первый поплавок, второй поплавок, а здесь у меня притоплена роколовка-гармошка. Один поплавок, второй поплавок, ну и где-то должен быть третий. А, вон он и третий. Я готов доставать роколовочки. Беру с собой камеру, чтобы вам все показать. Так сказать, от первого лица. Опа, сразу по колено. О-хо-хо. Здесь видите, водичка вроде прозрачная, а только ступаешь ногой, сразу муть поднимается и вонь. Ну, болото. Это я называю его лесным озером. По сути это болото, самое настоящее, лесное. Здесь гниют деревья, гниют листья. Вот первая роколовка, вы ее прекрасно видите. Водичка холодненькая. Друзья мои, а в чем дело, я не понял. Я не вижу ни одного рака. Неужели все? Неужели в конце октября рак перестал идти у нас? Но это чеснок. Чистый чеснок. Очень будет печально, если роколовки будут пустые. Давайте попробуем следующую. Может следующий нам повезет больше. Ил засасывает. Здесь была ива. И мы видим всего лишь одного рака. Да что ж такое-то, а? Почему всего лишь один рак? Конечно, друзья мои, это слабовато. Ну как вы понимаете, в каждом регионе и в каждом водоеме вот своя фишка по поводу ловли. Чего бы это не было. Хоть раков, хоть рыбы. Вот и похоже, что у нас все. Ловпа закончилась. Либо здесь рака просто-напросто переловили в этом году. Я-то раков часто отпускаю, которых ловлю. А многие забирают и забирают мелочь. Тыква. Видим пару раков мелких. Вы видите, что тыква работает лучше, чем чеснок. На чеснок полные порожники. А на тыкву парочка, дай, зашла. Ага. 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 У�. 而 ага. А вот и роколовка, которую я переделывал. И вот посмотрите, раз, два, три. И здесь четыре, вот так вот. Здесь четыре рака попалось. Нормально, нормально. Четыре рачка. Микс тыквы и чеснока. Ну а здесь, ребят, посмотрите, какая фигня. У меня такое вообще впервые. Сейчас я вам покажу, вот так вот переверну. Смотрите. Видите? Просто погрызано. Изгрызано просто. Получается... А кто что-то мог сделать-то, а? Вы с таким сталкивались? Именно по дну, посмотрите. Именно по дну. Товарищи, если у вас есть мнение по этому поводу, кто мог такую дыромаху сделать, напишите в комментариях, пожалуйста. Вот. Трындец. Частенько я ругался на вот эту вот гармошку, на свою, за маленькие входа, и то, что здесь обычно было меньше всего рака. Но, как видите, сегодня что мы имеем? Вот такой отличный экземплярчик. Так, раз, два, три, четыре, пять. Это раколовка. С двух сторон у нее тыква. Она сегодня лидирует. Она занимает сегодня первое место. Вот так вот. Обычно у меня зонты работают гораздо лучше. Не обычно, а всегда. А сегодня получилось именно так. Возможно, возможно, это из-за того, что она стояла глубже. Я ее кинул прямо туда, вот видите? Вот в той коряке, которая практически посредине водоема стоит. А зонты были ближе. Может быть, из-за этого. Не знаю. Но сработала, сработала вполне себе неплохо. Есть у меня мысль оставить ее сегодня на два-три дня. Пускай себе постоит подольше. Конечно, было бы неплохо и раколовки оставить дольше. Чтобы они простояли не только ночь, а хотя бы двое суток. Тогда результат был бы, я вам, я уверен, результат был бы повеселее. Но сюда частенько приходят люди. Вот. И раколовки мои могут просто-напросто утащить. Хотя я ставлю их в забродном костюме, захожу. Ну, можно придумать что-то. Кошку какую-то сделать или палкой длинной попробовать достать. А если кто в резиновых сапогах, так он вообще может здесь встать и достать их с помощью палки или кошки какой-то. Так что, жалко, если съесть и украдут. Будет просто жалко. Товарищи, ну я принял такое решение. Вот эти вот четыре зонта забрать. Один нужно ремонтировать. Я его буду подшивать. Вот это дно, которое, я не знаю, какой там зверь его вообще прогрыз. Раколовку, которая гармошка, я ее зарядил тыквой снова. И поставил вот там вот за камышами. Вот там вот за камышами я ее спрятал. И решил вот эту вот раколовку, которую дорабатывал с большим входом. Вот такое вот все, что осталось. Чеснок, тыкву, айву, все в нее зарядить. И тоже аккуратненько за камышами спрятать. И пускай они стоят, но я даже не знаю, может быть два, может быть даже два дня. Ну посмотрим. Выдержу ли я столько ждать. Ну вот и улов наш. Не густо, но и не пусто. Чего туда попалось все-таки? Ну не знаю, возможно, сейчас на это время рак уже малоактивный. И всего лишь ночь это маловато для раколовок. Надо поставить на дольше. Ну, я оставлять боюсь, говорил уже не раз. Народ такой, что могут украсть. Ну а так есть весьма неплохие, весьма серьезные экземплярчики. Вот как этот красавчик. Посмотрите на него. Видите, какой? Да крупненький, хороший. Весьма ядовой. Как для этой лужи, так вообще красавец. О! О, какой боец. Смотрите, самурай. Забрал я не всех раков, только пять самых крупных. Взял с собой пакет и перчатки. Пособираю мусор, буду идти домой на обратном пути. Выкину. Кто-то кидает, но кто-то собирает, да, друзья мои? Ну а что делать-то? Если люди свиньи, посмотрите, что впереди творится. Ну разве это нормально? Это вообще ненормально. Вон уже сколько бутылок. Здесь так вообще пировали, водку пили и все так и бросили. Банки консервные, бутылки стеклянные. посуду. Посуду. Даже не удосужились спалить. Был же костерчик, можно было все это дело спалить. Ладно, сейчас полный пакетик набью и можно домой двигать. красивый осенний лес. Конец октября еще довольно-таки тепло, погода нас радует и балует. Ну все, я домой. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.